Студенты Казанского федерального университета перешли полностью на дистанционное обучение. И это прекрасная возможность уделить больше времени своему питанию. Врач-диетолог университетской клиники Казанского федерального университета рассказала, как правильно питаться, находясь дома на самоизоляции. Хоть на самоизоляции, хоть где-то находишься, все равно нужно придерживаться рационального питания. Если ты его будешь придерживаться, то никакие карантинные режимы вам не позволят набрать лишние килограммы. Набрать их можно быстро, а избавляться от них сложнее. Несмотря на ажиотаж, который в последнее время отмечается в вопросах закупки продуктов, диетологи не рекомендуют приобретать слишком много продовольственных товаров впрок. Когда заполнен холодильник, это лишний соблазн туда залезть и что-нибудь опять употребить. Также полезно вести пищевой дневник и подсчитывать калорийность. Вы можете вести свой пищевой дневник, подсчитывать свою калорийность, чтобы ваша калорийность не превышала где-то 2000 килокалорий в день. Ну и нужно придерживаться основного принципа диетологии. Это чтобы количество энергии, которую вы съели с вашим пищевым рационом, должен соответствовать вашим энерготратам. Питаться рекомендуется каждые 3 часа. Это поможет избежать ощущения голода. Перекусы должны включать в себя орехи, фрукты и овощи. Такой рацион увеличит обмен веществ и обеспечит организм необходимой энергией питательными веществами. Лучше соблюдать кратность питания для того, чтобы, например, не переедать. Потом, когда ты соблюдаешь режим питания, кратность питания, которое, ну хотя бы оно должно быть не менее 4 раз в день, к этому времени у вас уже как бы вырабатывается слюна, желудочный сок. У вас лучшее переваривание пищи происходит. Ну, питание также должно быть разнообразным, потому что нам нужны и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и минеральные вещества. Стресс и недосыпание провоцируют выработку кортизола. Этот гормон замедляет сжигание жира. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и хорошо высыпаться. Полезно выполнять физические упражнения каждые 2 дня, хотя бы по 30-40 минут. Это поможет взбодриться и повысить настроение. Ильвира Зорина, Универньюс.